ТОЧКА НЬЮЗ Меня зовут Слава Никитин. Начинаем. ТОЧКА НЬЮЗ А отношения с бывшим мужем или женой – это само по себе сюжет для фильма или скорее для трагикомедии. Но Равшана Куркова – та редкая птица, что смогла не просто подружиться с экс-супругом, а даже снова стать его возлюбленной. На съемочной площадке. На закрытый показ семейной комедии «Детки на прокат», где главные роли сыграли бывшие супруги Равшана Куркова и Артем Ткаченко, пришли много семейных звезд. Еще бы, узнать секрет таких высоких отношений с бывшей любовью хочется всем, но Равшана им не делится. Видимо, актриса знает, о чем будут спрашивать журналисты и интервью на всякий пожарный не дает. Хотя нам даже Мила Йовович рассказывала, как ей работает с мужем на площадке и не пострадала. По сюжету фильма молодые люди обращаются к психологу из-за своих детей и, естественно, влюбляются друг в друга. В России помощь специалиста в этом плане пока не очень популярна, когда в Америке звезды и в магазин без совета психолога не выходят. Каждый день хотим к психологу идти. Да, и каждый день откладываем, и каждый день у нас получается на другой непохожий. И сами принимаем какие-то новые для себя решения, выходим из ситуации и понимаем, что зачем нам психолог. Мы не хотим ничего выносить из семьи. Я знаю нескольких психологов. Они удивительно одинокие, несчастные люди. Поэтому, мне кажется, лучшие психологи – это друзья. Мы стараемся разговаривать. Мой лучший друг стоит вот рядышком. У детей не всегда есть мотивация для достижения каких-то целей, а психолог находит правильные слова. Мама их мотивирует на одно, а посторонний человек, как нейтральный, может сказать им еще что-то дополнительное. И в этом смысле я психологов подключаю. В этом нет ничего страшного. Тем более, очень много современных психологов, гау-коучеров и так далее. Но я на самом деле была неоднократно у психологов разных. Очень даже интересно. Много о себе узнаешь. Ну, в юности сейчас в основном, сейчас-то уже нет. Семейная комедия вышла в разгар школьных каникул. Отличный повод провести время с детьми, а главное – есть что обсудить после фильма. Каникулы как планируете проводить? Ну, мы так по лайту. Вот сегодня в кино идем, завтра, хотела сказать, в зоопарк. Нет, завтра мы идем ко мне на работу, мы там будем делать какие-то творческие штуки. У всех разные каникулы, а он тоже тренируется каждый день, поэтому у него тренировки. И он вот после тренировки сегодня пришел на премьеру. Это тоже, в общем, немножко расслабится. Комедия семейная, а вы без мужчины. Почему? Потому что я не замужем еще. И как-то пока что до 22 лет своих я занималась исключительно работой. И у меня не было времени на какие-то прям очень серьезные отношения. И без родителей, поэтому я тоже пришла, потому что уже как-то не особо солидно. Комедия на то и семейная. Так что пример с Алиной Гроссу не берите, а берите с собой детей или родителей. Фильм «Детки на прокат» уже кино. Точка. Ньюс. Мы только подсмеивались над поклонниками пары Джастина Бибера и Селены Гомес, когда те молили небеса о воссоединении звезд. Казалось бы, Селена счастлива с «Зе викиндом», на что они рассчитывают. Но, видимо, коллективное бессознательное подействовало. Мечта миллионов поклонников Джолены сбылась, когда они уже и не надеялись. Бибер и Гомес все больше времени проводят вместе. Сначала прикрывались дружбой, но папарацци на то и папарацци, чтобы разоблачать таких врушек. Оказывается, Селена и рэпер «Зе викинд» расстались по причине, официально звучащей как несовпадение графиков. Напомним, по той же причине Абель расстался с Беллой Хадид. Видимо, среди звезд миллениалов это новая причина на все случаи жизни, как графа, непримиримые противоречия. А вот с Бибером у Селены график совпадает. Да так сильно, что этого красавца видели заходящим в ее дом в один день в одной одежде и выходящим на другой день в том же самом. Теперь для классики жанра «Зе викинд» должен бы сойтись с Беллой Хадид. Дело за малым — слить Дрейка. Но, зная непостоянство этого парня, долго ждать не придется. Абель как раз успеет завершить свой тур. ТОЧКА НЮЗ Тейлор Свифт и Егор Крид на днях порадовали своих поклонников. Нет, эти двое не объявили себя парой, а всего лишь выпустили по клипу. Певица Тейлор Свифт выпустила клип на песню «Ready for it» с нового альбома, который выйдет уже 10 ноября. Особо внимательные фанаты нашли кадры клипа, похожими на фильмы «Бегущий по лезвию» и «Призрак в доспехах». В начале певица идет в капюшоне по темному переулку, проходя мимо существ в масках роботов. А затем она встречает саму себя, киборга, очень похожего на героиню Скарлетт Йоханссон из «Призрака доспехов». Голливудский размах Тейлор и ее заслуженный 43 миллиона просмотров. Егор Крит, в отличие от «Заокеанной коллеги», снял довольно простое видео на песню «Это мое». И на протяжении всего ролика Егор с камерой в руках снимает свою красивую жизнь и как мантру напевает «Это все мое». Точка. Ньюс. Выйти замуж за богатого и знаменитого дедушку, поселиться в роскошном доме где-нибудь в Париже и жить себе припеваючи, пока смерть не разлучит. Все в этой схеме хорошо. Да только 22-летняя продюсер Нур Альфала одного не учла. 74-летний Мик Джаггер меняет молодых любовниц как перчатки. Мик Джаггер недолго тосковал в одиночестве после развода с матерью своего восьмого ребенка 31-летней балериной. На днях легендарного музыканта застукали с молодой девушкой в Париже и уже ходят слухи, что она новая возлюбленная Мика. Разница в возрасте длиной в полвека? Нур это не смущает. Хотя, может быть, когда дело у них дойдет до постели, она сильно удивится, что вместо занятий любовью, Мик предпочитает мерить давление и глотать таблетки для лучшей работы сердца. Возраст же не обманчив. Ну вот и все. Вы узнали все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите Жару каждый день. Заходите в социальные сети и срочно подписывайтесь на наши аккаунты. И помните о главном, что с вами был я, Слава Никитин и «Точка Ньюс». Точка Ньюс